Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Среди любителей астрономии во всем мире заслуженной популярностью пользуются бинокли серии SkyMaster. Одной из наиболее востребованных по соотношению своих потребительских качеств моделью является SkyMaster 20x80. Эта модель выпускается компанией Celestron начиная с 2003 года. За время выпуска она производилась в трех ревизиях. Бинокль, с которым мы познакомимся с Вами сегодня, это последняя ревизия этого замечательного прибора, который выпускается с 2007 года. Отличительными особенностями этой версии бинокля по отношению к ранее выпускавшимися являются увеличенное поле зрения, низкий для такого класса приборов вес. Итак, начнем наш обзор. Компания Celestron всегда внимательно подходила к внешнему виду, поставляемой ею продукции. Поэтому красивая подарочная упаковка, в которую помещен бинокль, в свою очередь заключена в прочную транспортную коробку. Сам бинокль уложен в пенополипропиленовый защитный контейнер с вырезанными в нем ячейками под корпус бинокля. Кроме бинокля, внутри этой упаковки находится мягкий кофр для хранения и переноски, резиновые защитные крышки для объективов и окуляров, шейный ремешок, салфетка для протерки оптики и инструкция. Кофр выполнен из черного вагостойкого нейлона. К нему прикреплен широкий тканевой ремень для переноски. Кофр закрывается при помощи липучки, а внутренняя его поверхность отделана тонким светло-серым парапластом. Шейный нейлоновый ремешок широкий, 40 мм, упругий и мягкий. Он не нагружает чрезмерно шею наблюдателя. Замечу, что крышка для окуляров сдвоенная и имеет петлю для крепления на шейном ремешке. Корпус бинокля комбинированный и состоит как из поликарбонатных, так и из металлических элементов с темно-серыми резиновыми накладками. Снизу призменных блоков имеются специальные обрезиненные углубления под большие пальцы. Подразумевается, что они должны находиться там в процессе фокусировки прибора. Однако центр тяжести бинокля резко смещен к объективам. Поэтому при наблюдении с рук бинокль в таком штатном положении удерживать долго очень тяжело. Приходится обхватывать руками трубы бинокля в непосредственной близости от объективов. Корпус бинокля пылевого защищенный и относится к категории waterproof. Бинокль собран хорошо. Все подвижные элементы конструкции движутся плавно, без рывков. К сожалению, смазка в узле фокусировки быстро застывает при отрицательных температурах, что усложняет процесс настройки на резкость. Чистый вес бинокля немногим более 2 кг, что позволяет опытному и сильному пользователю вести достаточно эффективные наблюдения с рук. Бинокль оснащен стойкой крепления к фотоштативу. Она размещается на центральной балке бинокля и имеет возможность перемещения вдоль нее. Положение стойки достаточно надежно фиксируется с помощью специального винта. Центральная балка и стойка выполнены из алюминиевого сплава. Для крепления на штатив в стойке имеется отверстие с резьбой четверть дюйма и контрагайкой. К сожалению, она небольшого диаметра, всего 32 мм, и площади ее обрезиненной поверхности недостаточно для предотвращения спонтанных поворотов бинокля на головке штатива. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния изменяется в пределах 58-72 мм. При этом в полной мере им воспользоваться не всегда возможно, потому что окуляры бинокля имеют значительный внешний диаметр. И расположены достаточно близко друг к другу. Это может быть неудобно для людей с широкой переносицей. Фокусировка бинокля производится при помощи узла центральной фокусировки. Колесико фокусировки широкое, пластиковое и имеет резиновое покрытие с накаткой. Расположение узла таково, что при наводке на резкость приходится удерживать бинокль одной рукой. Это лишний раз говорит о том, что нормальная эксплуатация этого бинокля возможна только при использовании фотоштатива. Полный ход узла фокусировки равен одному обороту. Диаптрическая регулировка под индивидуальные особенности зрения производится поворотом правого окуляра. Диапазон подстройки составляет плюс-минус 5 диаптрий. Бинокль выполнен по оптической схеме PORRA с применением призм типа BAK-4. Его объективы, имеющие световой диаметр 80 мм, покрыты высококачественным зеленоватым просветляющим покрытием типа FMC. Окуляры с 23-мм глазными линзами выполнены по сверхширокоугольной схеме с достаточно большим 18 мм выносом зрачка. Просветление, нанесенное на них, относится также к категории FMC и имеет зеленовато-голубой оттенок. Выходной зрачок бинокля равен 4 мм. Призмы прибора также просветлены, но не прикрыты светозащитными крышками. Торцы линзы объективов и окуляров черненые. Внутри бинокли покрыт темно-серой, почти черной, матовой краской. Наглазники на окулярах резиновые, средней жесткости. Их высота фиксированная и составляет 12 мм. В случае необходимости, а также в процессе транспортировки и хранения, наглазники легко могут быть скатаны. Перед тем, как поговорить о качестве даваемого биноклем изображения, скажу, что он имеет отличную заводскую юстировку. Впрочем, при необходимости возможна небольшая самостоятельная регулировка. Юстировочные винты PRISM доступны под резиновыми декоративными накладками на корпусе бинокля. Теперь детальнее остановимся на особенностях и качестве даваемого биноклям изображения. Заявленное поле зрения бинокля 3,7 градуса, или 65 метров на 1000 метров. Минимальная дистанция его фокусировки порядка 33 метров. Реальные показатели, полученные нами на данном экземпляре, были очень близки к заявленным. Поле зрения составляло около 3,3 градусов, а минимальная дистанция фокусировки порядка 36 метров. Бинокль порадовал очень хорошим объемным изображением. На расстоянии около 200 метров можно было легко различить отдельные иглы на ветке ели. При наблюдениях молодой Луны и ее пепельного света складывалось потрясающее впечатление 3D-эффекта, даваемого биноклям. Казалось, стоит слегка дотронуться до Луны, и она покатится, как детский мячик. К сожалению, сказалось отсутствие защитных крышек на призмах бинокля. В поле его зрения были видны несколько неярких лунных переотражений. В целом, изображение, даваемое биноклем, очень хорошее, яркое и контрастное. Край поля зрения несколько размыт, цветопередача натуральная. Хроматизм умеренный и ясно виден только на очень ярких объектах. Бинокль имеет достаточно хорошо исправленное поле зрения, дисторсия практически незаметна. Однако по краю поля отмечается небольшая кривизна и астигматизм. Впрочем, это не мешает вести успешные наблюдения объектов глубокого космоса, например, таких как рассеянные звездные скопления и туманности. Бинокль SkyMaster 20x80 полностью оправдал нашей надежды как отличный вариант астрономического бинокля. Он также очень хорошо показал себя при наблюдениях в дневное время. Достаточно большой диаметр выходного зрачка позволяет активно использовать этот бинокль для наблюдений за живой природой в условиях низкой освещенности. Из мелких недостатков бинокля следует отметить следующее. Резиновые крышки для объективов плохо держатся и легко слетают в процессе извлечения бинокля из кофра. А на мягком алюминии центральной балке бинокля быстро остаются следы от фиксирующего винта. Но это действительно мелочи по сравнению с возможностями бинокля, его большим полем и относительно малым весом. Бинокль SkyMaster 20x80 – это действительно необходимый и достаточно удобный инструмент в арсенале каждого астронома-любителя. Это был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!